Пришли и разбудили шоу Пришли и разбудили шоу Пришли и разбудили шоу как вы уединились с ней для подготовки одного номера к одному шоу. И мы, естественно, как девочки, не могли не спросить, ну как оно, как оно остаться с Сергеем Лазаревым в одной комнате. Первое, что она сказала, девочки, он такой красивый, он такой... Я не знаю, как ее молодой человек тебе не приревновал, потому что, да, удивительно. Но Люся Чеботина тоже красотка такая, что, ох, это прям... Я рад был с ней познакомиться, кстати, она очень талантливая, я очень рад, что у нее так все идет в гору, все дела. Это заслуженно, у нее очень красивый тембр, красивый голос, и я ей желаю только удачи. Ну, про то, что ты прекрасно выглядишь. Мы посмотрели твой гастрольный тур, это просто какие-то нескончаемые поездки. Во-первых, хочется спросить, поскольку часов ты вообще спишь сейчас? Ну, вообще, честно говоря, гастроли заставляют держать себя в форме. И потому что во время гастролей, ведь я очень много двигаюсь на сцене, у меня шоу, мы с этим шоу, с этим концертом, с туром, я не боюсь, уже посетили 40 городов, впереди еще столько же. Так вот, каждый день почти концерты, и для меня это как некий фитнес, два часа забега, очень много танцев, очень много вокала, и, конечно, я поэтому еще в хорошей форме, потому что тут ешь, не ешь, но все сбрасываешь во время двухчасового концерта каждый день. Когда, например, отпуск происходит в январе, так или иначе, всегда каждый год, там, практически месяц, это такой период, когда нет гастролей, люди сами отдыхают, и, в общем, я тоже себе позволяю. Вот тут я отъедаюсь. Батчка появляется? Плюс пять я приехал с этого января. Хорошо. Хорошо, да, и вот сейчас до сих пор сгоняю, осталось еще полтора раз согнать того, что я наел, вот, поэтому с этим я тоже сталкиваюсь с определенными проблемами с весом, тем более, что уже 40, это уже так хорошо не работает. Метаболизм не так, да, работает? Да, не тот, уже не так быстро, поэтому все-таки все-таки чаще я, думая о том, что я ем, все чаще приходится сталкиваться с какими-то отказами от любимых продуктов, которые вредны для организма. От чего уже отказался? Я отказался от молока, от сахара, отказался почти от всех хлебобулочных изделий. Ой, даже от хлеба отказался. Утром только. И только такой зерновой, такой полезный. Со злаками. Со злаками, да. Да, и все, что полезное, оно такое, вкусное, да? Очень вкусное. Все, что за внушение работает. Да, очень вкусное, очень вкусное, да. Так, хорошо, ну а твой секрет, когда вот ты в таком непрерывном графике находишься, тебе надо все равно ехать на съемки, на концерты. Какой твой лайфхак, чтобы быстро как-то прийти в тонус? Ну, вообще, честно могу сказать, что вот что касается сна, сон, конечно, очень важен, потому что во время сна восстанавливается нервная система и восстанавливаются связки, если ты много поешь, там, нужна тишина. Спать нужно обязательно. Самое сложное для меня это переезды, потому что перелеты, там, кондиционеры, это все высушивает дико связки, кожу, и она становится дрябой и тяжело потом выглядеть хорошо. Вот. Лайфхаков, да я не знаю, честно говоря. Иногда я получше выгляжу, иногда похуже. Ну, то есть я не могу сказать, что я всегда выгляжу замечательно. Нет. Вообще, я в зеркало смотрюсь, я не особо считаю себя каким-то там красавцем или что-то еще. Ну, да, возможно. Главное, нравишься себе. Я? Себе нет. Искренне нет. Как может такой красивый человек еще и себе не нравится? Ну, я сейчас не лукавлю, и я, правда, нахожу очень много изъятов. Меньше смотреть себе. Ну, тут сразу интересно, вот что тебе в себе именно внешне больше всего, ну, не нравится? Ну, или ты бы хотел чуть-чуть откорректировать? Нос. Нос? Да. Что не так? Неожиданно. Да, хотя он, да, такой узнаваемый. Сергей, пожалуйста, просьба от всех фанатов. Не трогай ты свой нос. Ничего не делай, не трогай. Отличный нос у тебя. Нет, 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 я ничего не буду трогать, честно, и исключительно никогда не хотел себе никакой пластической операции, чего-то там. Вот какой я родился, такой я и есть. И даже старею я, мне кажется, красиво. Что ты делаешь, стареешь? Выбрось это слово из головы. Да ладно, мне пятый десяток, девочки, нормально все. Взрослеешь, мудреешь. Мудрею. Мне кажется, тебя еще больше всего стимулирует, это все-таки твоя любимая работа. Безусловно. Что ты находишь, опять же, в непрерывном своем гастрольном туре, съемках и так далее время записывать песни. И одна из них вышла совсем недавно, 31 марта, называется она «Не пытайся повторить». Она уже полюбилась слушателям. И нам интересно узнать, как эта песня появилась в твоей жизни. Вообще, я в этом году много чего запланировал, и помимо гастрольного тура, юбилейного такого для меня по городам нашей страны, я готовлю новый альбом. Осенью он выйдет. И вот первая «Ласточка» с альбома — это песня «Не пытайся повторить». Появилась она у меня где-то около года назад впервые в качестве демо-версии. Прислали мне ее три человека. Сразу? Да, с разных сторон. Заходили, послушай, пожалуйста, песню. Вот написала такая замечательная Дарья Кузнецова песню, которая называется «Не пытайся повторить». Я ее послушал, мне понравилось. Послушал, ну и как-то вот в потоке информации, не то что вылетело, а как бы отложил принятие решения. Потом я вновь, как бы ты послушал, я говорю, о, да-да-да. Говорю, ну, мне нравится, давайте пообщаемся, кто это, что это. Я бы знал, точнее, что Дарья написала для Димы Билана, еще для других артистов песни. То есть мне была известна ее фамилия, но мы ей лично не были знакомы. В итоге Дарья предложила встретиться, обсудить песню. Я говорю, окей, давайте, если песня мне понравилась, я бы хотел, может быть, чтобы она была в моем репертуаре. Мы встретились. Даша сказала, открыла мне тогда, значит, новую информацию, что автором стихов к песне является Михаил Гуцериев. Я этого не знал тогда, когда, в общем-то, песню это выбрал. Это была, в общем-то, первая наша, вот сейчас это первая песня, которую я записал на стихи Михаила Гуцериева. До этого присылались какие-то песни, но мне они не подходили. И, в общем-то, несмотря на то, что там хорошие песни, но бывает так, что, ну, вот не сел костюм, да, не мое. Вот, а тут оказалось, что абсолютно мое, и я был приятно удивлен, что это вот, наконец-то, мы сотрудничаем с Михаилом Гуцериевым. Так вот, и оказалось, что эта песня предлагается мне в рамках большого проекта, который называется GM, вселенная GM. В линейке GM несколько артистов, которые поют песни Дарьи Кузнецовой и Михаила Гуцериева. И все они объединены некой идеей, которая раскрывается в клипах. Некий медальон GM, который меняет судьбы героев в клипах. И уже к тому времени, когда со мной разговаривали, был снят клип Анатолию Цою на песню «Паранойя». Только-только снят был клип Ани Лорак, тоже в линейке GM. И вот предлагалось мне, и еще, я знаю одного артиста, который тоже уже снял клип и записал песню, которая будет чуть позднее. Так вот, и вот в рамках этого большого проекта предложили поучаствовать. Мне показалось это очень интересно, потому что такого в нашей стране еще не делали. Внутри индустрии делают какую-то вот такую вселенную GM. Да, вы как супергерои, получается, музыкальные. Да, музыкальные супергерои. И мне показалось это очень интересным, и я согласился с большим удовольствием. И вот мы на протяжении почти года, мы готовили этот релиз. Мы сняли невероятно красивый клип, который больше похож на фильм. Они, в общем-то, у каждого артиста в этой линейке, это прям целые короткометражные фильмы. И у меня замечательная тоже получилась работа. Режиссером был Дима Литвиненко. Со мной играли известные актрисы в главных ролях Любовь Толкалина и Маша Андреева. Очень сложная актерская работа. Мне еще понравилось, что клип на песню, это не просто какая-то там абстракция, потанцевали. То есть это настоящие фильмы с идеей. Это очень круто снято, это очень талантливо снято. И, то есть, беспрецедентно абсолютно, на мой взгляд, подход в музыкальной индустрии, у этой вселенной джем. И, в общем-то, вышла работа, которая действительно поразила очень многих. Очень сложная у меня актерская задача была в клипе, потому что я играю себя и себя. Подожди, это как? Двоих? Да, да. Это двое отражение, альтер-эго. Это типа, это даже не альтер-эго. Там очень сложная история сюжетная, там надо несколько раз пересматривать, чтобы все понять. Но существует в клипе два человека. Я встречаюсь с самим собой только с улучшенной версией себя, скажем так. Есть обычная версия, а есть улучшенная версия. И вот они начинают конкурировать. И тот человек, который лучшая версия меня, начинает занимать полностью мое пространство и мои привычные... То есть он начинает ходить на мою работу и быть лучше меня. Вытесняете, да. Вытесняет меня. Это твой страшный сон. Фактически, да. Но чем заканчивается и кто побеждает, вы увидите, если еще не посмотрели, обязательно посмотрите это видео. Я дрался с самим собой. Это была самая сложная съемка. Это постановочно сложно. Конечно, постановочно сложно. Просто я 20 раз перегримировался туда-сюда из одного в другого. Это разные характеры, это разные были образы, разные прически, гримы и все остальное. Поэтому в этом сложность была. И мы снимали этот клип 4 дня. Потом еще доснимали через несколько месяцев еще какие-то кадры, которые нужны были. То есть это прям такая махина была. Я почти уже в кино играю. Вот. Так что вот это такая большая первая ласточка с нового альбома. Я думаю, что она будет достаточно длительной, потому что песня и вообще проект этот, он рассчитан на несколько месяцев уж точно. Ну а к осени я уже в общем новый трек. И может быть летом чем-то таким порадую, более позитивным танцевальным посмотрим. Но в любом случае много у меня планов на этот юбилейный год. И в октябре я повторю вновь в Москве, в Питере. Сольный концерт. Да, сольный концерт, свое шоу. Ну, премьера была уже в Москве. Мы два крокуса собрали. В конце 22-го года мы, собственно, с этих больших концертов мы и начали этот тур. И решили, что через год вернемся вновь. И вот в октябре, так как большое количество отзывов и комментариев было по шоу с просьбами повторить. Потому что тогда было два аншлага и даже многим не досталось билетов. Поэтому мы еще раз повторяем осенью. Но не пытайтесь повторить работать так, как Лазарев, потому что он работает, мне кажется, на износ абсолютно. И насладиться прямо сейчас результатом работы Сергея Лазарева на радио «Русский хит» предлагаю шикарный трек «Не пытайся повторить» прямо сейчас. Грандиозная новинка от Сергея Лазарева только что прозвучала в эфире радио «Русский хит» песни «Не пытайся повторить». И как приятно, что сегодня мы можем лично поздравить с этой песней исполнителя. Потому что Сергей Лазарев сегодня у нас в гостях. Сергей, доброе утро и поздравляем тебя с такой песней. Доброе утро еще раз. Спасибо огромное. Хотелось спросить, ты же человек-перфекционист, ты всегда любишь делать все на отлично. Вносил ли ты сам какие-то правки в эту песню? То есть что-то по-другому, аранжировку какую-то хотелось? Может быть, слова, еще что-то? Ох, да, со мной работать непросто, потому что у меня на все есть свое мнение, и оно очень такое весомое, серьезное. И мне крайне сложно убедить делать то, что я не хочу и что мне не близко. Вот. С другой стороны, наверное, именно благодаря этим качествам я добился того, чего добился. Что касается этой песни, я как раз просил ничего не трогать, не менять. Потому что Михаил Сафарбекович, он хотел несколько раз что-то изменить, но я так влюбился в эту версию стихов, и я не хотел ничего менять. Дарья Кузнецова сказала, что она три раза меняла песню, потому что она писалась песня конкретно под меня, но вот она что-то в процессе меняла. Но уже когда я ее услышал, я не хотел ничего менять, потому что мне все нравилось, и понравилось именно в такой вариации. Мы дорабатывали, безусловно, по продакшну чуть-чуть, я полностью занимался сам продюсированием вокала, то есть я никого никогда не привлекаю, я сам этим занимаюсь, работа производится исключительно мной и моим звукорежиссером, который меня пишет уже много-много лет, поэтому вот мы получили, грубо говоря, музыку, стихи, а потом все это уже совместили, и получилось то, что получилось. Финальный уже какой-то результат. Ну правда, когда слышишь эту песню, она прям чувствуется, что она писалась конкретно под Сергея Лазарева. Стиль. Да, можно не говорить, что это как бы тебе предложили, сразу понятно, что это Сергей Лазарев. Да, да, ну в общем, как говоришь, что конкретно было бы ужасно, если бы я сказал, что мне песня не понравилась, спасибо, что написали, но нет. Но видите, как совпало, что и под меня писалось, и мне действительно понравилось, потому что искренне, когда мне присылают, а мне очень много песен присылает тема, и очень многие начинают вот так вот в теме, письма в имейле пишут, новый хит для Сергея Лазарева, или хит в стиле Сергея Лазарева. Такие самоуверенные. Очень самоуверенные, и в основном это полный бред, потому что вот прям мимо мне хочется сказать, вообще не знаете, какой у меня стиль, если мне предлагаете такую песню. Поэтому это было очень опасно говорить мне, что мы написали в твоем стиле. Мне просто прислали песню, это потом я же узнал, что под меня писалось, как бы, да. И, наверное, если бы мне сказали сразу, что это в твоем стиле, я бы отреагировал так, ага, понятно, очередная в моем стиле, в кавычках. Вот такие самоуверенные люди меня, конечно, поражают. Так вот, песни и клип, вот в песню я просил уже ничего не вносить, и в клип мы что-то меняли, когда мы снимали, у меня было много там каких-то правок, комментариев, но они все рабочие такие, то есть никаких споров там, а вот нет, я хочу вот это, а вот такого нет. Было все очень профессионально, все очень здорово, и все были на одной волне. Вот в этом приятно работать. А вот что касается работы с твоими партнершами, во-первых, знал ли ты ранее Любовь Толкалину и Марию Андрееву, и как тебе было с ними взаимодействовать на площадке? Ну, я лично не был знаком ни с одной из них. Ну, у нас вообще в первый же день встречи с Машей Андреевой, у нас просто была постельная сцена, как бы. Хорошо начали! Сразу хорошо начали, да, и нас было, как бы сразу нам нужно было в кровать лечь. А прости, а сейчас любопытный момент для всех слушателей. Как снимаются постельные сцены? Это вот вы там полностью обнаженные, или все-таки в трикошечках телесных? Нет, смотрите, у нас не до такой степени была обнаженка, вот, к вашему разочарованию. Ну, было просто, мы просыпались в одной кровати, вот, и должны были в таких позах, чтобы люди понимали, что мы не только встретились, да, что у нас какая-то уже давнишняя близость. Так вот, как-то сразу мы, привет, привет, и как-то Маша так очень бойко начала, и я так же бойко продолжил, и мы, как будто мы, в общем-то, общались и до этого. То есть не было никаких стеснений, очень просто. Ты любишь бойких девушек? Ну да, я, ну, было не нагло, было, я не люблю наглых, а здесь было просто, вот, уверенно в себе. Профессионально. Профессионально и уверенно в себе. Понимаешь, что она, вот, она там, актриса, она пришла, и она полностью, на 100% готова выполнять задачу режиссера. А Любовь Толкалина? Тоже очень быстро мы нашли общий язык, замечательно, она играет в клипе психолога, в общем-то, человека, ну, психолога-психиатра. Можно по-разному говорить, потому что история развивается, собственно, для одного из героев в психиатрической больнице, по-это, скажем, психиатр. Скажем так, она играет врача, вот. Но ты ей открыл душу свою? Конечно, я ей как раз рассказываю все свои перипетии, у нас клип прерывается диалогами актеров, то есть у нас какие-то, то есть это 6 минут идет клип, из них музыка 3 минуты. 3 минут разговоров, вот, как настоящий фильм. Вот, и Любовь Толкалина замечательная, актриса, естественно, я ее знал и по ее ролям в кино, так же к Машу Андрееву. Очень быстро, очень профессионально, так как у нас есть текст, там все очень четко было сказано, выучено, и было приятно работать. И мне кажется, надо прямо сейчас призвать всех слушателей насладиться этой работой, заходите на ютуб-канал Сергея Лазарева, там можно посмотреть клип, не то, что он может, нужно посмотреть, поставить лайк и комментарий тоже хороший, не забывайте. Для тех, кто только к нам присоединился, сообщаем, сегодня в «Пришли, разбудили» шоу пылкий и сильный мужчина, именно так его характеризуют астрологи, а мы с ним согласны. Сергей Лазарев, сегодня доброе утро. Доброе утро. Ты по гороскопу Овин. Да. Мы посмотрели характеристики знака зодиака Овны. Очень подходит мне. А вот мы сейчас давай зачитаем, а ты скажешь, про тебя это или все-таки нет? Овны упрямы. Очень про меня. Не любят ждать. Очень про меня. Это уже видно, да? И слушать чужие советы тоже не любят. Особенно, если их не просят, эти советы, абсолютно точно. То есть даже если они имеют какую-то ценность, эти советы? Ну хорошо, мамины советы слушаешь. О, вот это больная тема сейчас. На мозоль. Да я, дело в том, что я, опять же, я вот к сорока годам понял, что мне уже сорок. Я уже сам могу раздавать советы кому угодно. И мне советы не очень нужны, если я их не прошу. Поэтому вот непрошенный совет не стоит. Ничего тебе советовать сегодня и не собирались. И еще одна характеристика. Овны-отцы не требуют, чтобы наследники делали все так, как пожелают они. Они всегда на стороне детей, что бы ни случилось. Так ли это? Fifty-fifty. Но требуешь от Никиты и Ани, чтобы там, не знаю, языки изучали, даже если не хочется? Требую. Потому что они пока не понимают, что это им понадобится. Пока они думают, что им понадобятся исключительно компьютерные игры. Игрушки, да? Да, игрушки. Поэтому здесь все-таки должна быть дисциплина, и я стараюсь их развивать относительно языков. Я бы очень хотел в детстве больше, чтобы я учил там иностранные языки. Вот, я потом это просто наверстывал. Ну, просто лучше в детстве этим заниматься. Ну, все мы потом понимаем, а было бы хорошо, если бы сейчас я была айтишником. Да, для этого родители и нужны, чтобы развивать в правильном русле. Если уж совсем не будет нравиться, конечно, я не буду заставлять ребенка что-то делать. Ну, мы, как и сказали Сергею Лазареву, советы давать сегодня не будем. А вот всем остальным знаком Зодиака это пожалуйста. Сергей, у нас гороскоп основан на текстах твоих песен. От тебя попросим пропевать. Ребят, я сразу говорю, не факт, что они точные. Песни-то мои, но не знаю, насколько они вам помогут в гороскопе. От тебя просим пропевать знаки Зодиака, чтобы они все проснулись. Ну, а предсказание уже с нас. Поехали, первый знак. Овны, мы теряем любовь, как снег в океане. Не расстраивайтесь, впереди вас ждет встреча с по-настоящему вашим человеком. Тельцы, я больше тебе не враг, сдавайся. Рано вы решили бросить тренажерный зал. После одного занятия кубики на прессе не появляются. Близнецы, ее пейзажи меня будоражат. Отлично, что вы уже определились с местом для летнего отпуска. Осталось накопить деньги на желаемое путешествие. Раки. Твоя любовь возвращала в детство. Почаще навещайте родителей. С ними вы можете не бояться быть настоящими. Львы. Ух, дал жару. Стрелки на часах разделяют нас. Наберитесь терпения, и долгожданная встреча обязательно состоится. Девы. Я не сойду с этой новой орбиты моей любви. Двигайтесь медленно, но верно к своей цели. Весы. Легкий ночной бриз, как дорогой парфюм. А куриная грудка, как мраморная говядина. Поверьте, немного фантазии, и вы сможете наконец-то начать экономить. Скорпионы. Давай танцевать, чтобы нам стало жарко. Если просрочите платеж за ЖКУ, только так дома и будете согреваться. Стрельцы. Я не боюсь, а судят кто-то, ну и пусть. Правильно, хватит обращать внимание на чужое мнение. Козероги. Даже если ты уйдешь, она всегда с тобой. Совесть. Поэтому в личной жизни и на работе расставайтесь с людьми без скандалов. Водолеи. Что же ты медлишь с этой мишенью? Вы слишком много тратите время на составление плана. Надо действовать решительней. Рыбы. Я не могу молчать, я так хочу кричать. Иногда стоит сделать глубокий вдох-выдох, чтобы не наломать дров. Это был «Звездный гороскоп» от Сергея Лазарева на радио «Русский хит». Сегодня пришли и разбудили шоу певец, который знает, как найти общий язык с разными людьми. От сестер Зайцевых и Антона Зацепина до Ларисы Долиной. И все благодаря проекту «Ну-ка все вместе». Это Сергей Лазарев, который сегодня у нас здесь. Здравствуйте, привет еще раз. Сергей, вот мне интересно, ты же сам когда-то был участником музыкальных проектов, музыкальных конкурсов. Каково это поменяться местами, когда ты кого-то судишь и фактически решаешь чью-то судьбу? Ну, до этого нужно дорасти, безусловно. И я, наверное, просто дорос, потому что действительно в моей жизни были конкурсы и были победы на конкурсах, были призовые места. То есть я, грубо говоря, имею такой опыт, что я заслужил уже давать советы сам. Вот, поэтому, конечно, это непросто. Конечно, я понимаю конкурсантов и часто их даже жалею в чем-то. Но я всегда стараюсь быть максимально объективным. И мне кажется, у меня это получается. По крайней мере, большое количество комментариев получаю относительно того, что мои советы, комментарии, которые я даю, они прям точные, прям говорят, вот как я прям хотел сказать, вот прям ты так и говоришь. От многих, причем и от коллег тоже. Ну, потому что ты даешь именно профессиональные советы, ты не на эмоциях основываешься. Я включаю эмоции тоже и борюсь с собой в этом плане, но я не могу без эмоций, когда есть какая-то несправедливость, например. Мне всегда очень тяжело дается, когда какие-то члены жюри, на мой взгляд, несправедливо, не поддерживают конкурсанта. Я даже порой прикрикиваю на них. А с кем вот больше всего ругался за несправедливый голос? Ой, да я не хочу сейчас даже вспоминать эти моменты. Этих людей. Я понимаю, что каждый имеет право на свое мнение, но просто иногда это мнение, мне кажется, не совсем обоснованно. И порой, мне кажется, включается чуть-чуть какая-то вкусовщина конкретного человека. Я стараюсь приучать своих экспертов в сотни, чтобы они максимально профессионально и беспристрастно оценивали. Потому что на эмоциях оценивает зритель. Очень часто они, зрители, оценивают по песне, по милому личику. А мы все-таки профессионалы, мы люди, которые должны за всем этим еще что-то видеть. Именно профессиональные качества. Некоторые члены жюри, эксперты забывают об этом. И я им стараюсь об этом напоминать. Ну, у нас здесь в студии сотни нет, как ты видишь, но есть ты. Поэтому мы бы хотели с тобой поиграть в игру «Ну-ка, Лазарев». У нас есть три конкурсанта, которые спели, я думаю, известные тебе песни. Пожалуйста, послушай их и скажи, как бы ты их оценил по стубальной шкале. Ну, если бы вот они пришли, к примеру, на конкурс. Это люди с улицы? Это неизвестные широкой публике люди. Они пытаются добиться успеха на YouTube. Ага, ну это какие-то... А, понятно. То есть это соцсети, понятно. Это соцсети, да. Пожалуйста, послушай их и скажи свое мнение. Давай начнем с первого. Человека зовут Александр Суботин. Ну, по крайней мере, так он подписался в интернете. Ну, и песню даже тебе представлять не буду. Думаю, ты узнаешь. Вставайся в твоей войне ничья. И я прошу, возвращайся. Вставайся в твоей войне ничья. В моей пустыне ты мираж, но не исчезая. Не верил, что без любви душа, как без воды высыхает. Я больше тебе не врать. Ну, вообще не самая легкая песня вокально, потому что автор Ирина Дубцова ее для меня написала. Очень вокально сложна. Вообще петь мои песни сложно, скажу честно. Я редко встречаю каверы, которые мне нравятся. Они есть, но редко. Что касается конкретно этого исполнителя, так как я только слышу, не вижу. Ну, явно человек с голосом, ноты высокие берет. По поводу манеры. Ну, есть какая-то, наверное, копия пытается повторить манеру мою. Не совсем это получается. Я все-таки советую каждому артисту искать что-то свое. И краску какую-то свою добавлять в голос, а не пытаться копировать кого-то. Ну, на сколько баллов бы ты его оценила из 100? Ну, я думаю, что баллов 80, может быть, 75-80 он набрал бы. Это очень неплохой результат у вас шоу. Так, хорошо. Давайте к следующему конкурсанту перейдем. Имя ей Катрина Грейт, ну, потому что на латинице написано. И трек «Самое сердце». Залетит ли он в самое сердце Сергея Лазарева, сейчас узнаем. «Самое сердце» на пораженье, что же ты мерлишь с этой мишенью? Я все раскрасил, карты открыты, в печь твои силы, и будем виды. «Самое сердце». Ну, вот так вот Катрина Грейт протянула. Что скажешь? Ну, скажу, что поменяла она мелодию чуть-чуть, самого главного хода в песне, потому что все-таки «Самое сердце» ноты идут «та-та-та-та-та-та-та-та». Она спела по-другому, но тоже неплохо. Это, скажем так, кавер, это ее версия. Почему бы нет? Здесь как раз она не пыталась меня скопировать, скопировать, и даже мелодию поменяла. Окей, неплохо. А вокал? Вокал тоже голос красивый, чистый. Не хватило мне чуть-чуть низов в этом голосе. Он такой совсем... Не совсем, наверное, песня ей подходит. Она... Ей больше что-то лиричное, женственное петь. Здесь все-таки агрессивные такие риффы в музыке, гитарные. Не совсем просто песня ей подходит. А так спела неплохо. Думаю, что тоже баллов на 80. Да ты очень щедр на баллы в нашем шоу. Ну я же не 100 даю. Но все равно. Ну и... А я добрый, я добрый член жюри. Мы заметили по всем выпускам проекта. Ну-ка все вместе. Ну и заключительный конкурсант. Это группа. Называется Rock Привет. Ну и ты поймешь, почему... Мне кажется, знаю эту песню. Знаешь? Я знаю этот кавер. И если эта песня так красиво... Так красиво. Вот это самый крутой момент. Да. Вот такой вот кавер. Но они там Никки Бэка еще чуть-чуть. Да, нет-нет-нет. Я их слышал в сети. И они мне очень нравятся. Мне что-то даже писали в директе. А ты лайкнул? Да, я им написал тоже. Молодцы, круто. И вот по мне вот это 100. По мне вот это 100. Потому что это, с одной стороны, правильно, с уважением процитирована песня. Но при этом свой собственный стиль, свое собственное исполнение не копия меня. И это мне нравится. Вот для меня вот это 100. Попробуйте потом только. Для меня это индивидуальность. Я слышу здесь индивидуальность. Предыдущие два исполнителя, ну, поющие хорошо, но ничего особенного. А здесь я все-таки слышу индивидуальность. Ну и крутая переработка. Мне кажется, рок-версия вообще супер вышла. Я даже думал в какой-то момент, думал, может, мне в своем шоу поменять ее на такое звучание. Но тогда получилось бы, что я бы скопировал ребят. Но им было бы чем гордиться. Самый не строгий член жюри, ну, по крайней мере, а в проекте «Ну-ка, Лазарев». Сегодня у нас Сергей Лазарев. Пришли, разбудили шоу. Пришли, разбудили шоу. Сегодня артист, который с легкостью может обыграть в шахматы пятилетку. Но вот с восьмилетним ребенком ему посложнее на шахматной доске. Это Сергей Лазарев. Это точно. Мы видели, да, в сторис ты выкладывал, как Никиту тебе непросто одолеть в шахматы. Расскажи, пожалуйста, как он вообще научился играть в шахматы? Ты ли поспособствовал этому? Или он в школу, может быть, в шахматную ходит? Нет, он не ходит в шахматы в школу. Совсем в детстве лет пять, наверное, мы там что-то пытались, учили. Ну, как бы это все было так, в качестве детской игры, чтобы занять ребенка как-то ничего серьезного. Вот. И буквально через какое-то время, там, через пару лет, он где-то там в школе, там, в саду в школе, потом, да, уже какие-то занятия у них, там, какие-то кружки, что-то они там занимались. Я это узнал, он потом с дедушкой играл, с моим дядей. И он говорит, пап, давай сыграем в шахматы. Я говорю, ну, давай. Думаю, ребенок мой, ну, давай сыграем в шахматы. Буду поддаваться сейчас. Буду поддаваться, да, тебе сейчас. И вдруг смотрю, мой ребенок восьмилетний, бах-бах-бах, шах и мат мне. Я говорю, что? Вот, я в шоке. Ты сразу реванш, да, надо взять? Да, да, не с первого раза я взял реванш. Он иногда спешит и из-за этого пропускает что-то. Нет, конечно, какие-то первые разы я ему поддавался. Но потом он просто, я понимаю, что все, ребенок абсолютно здорово играет. И порой даже лучше, чем я. Я никогда в шахматы не учился играть. Я тоже такой самоучка. Вот. И нельзя назвать меня очень серьезным игроком. Но, тем не менее, я все-таки знаю, как ходят какие фигуры. И какие-то там моменты в шахматах. Я в курсе. Я могу как-то дальновиднее смотреть, чем ребенок. По ходам. Но, тем не менее, Никита в 8 лет своей очень здорово играет. И в классе обыгрывает своих сверстников. И у меня теперь 4-летняя Анюта моя. Да, да, да. Тоже подтянулась. Ей пока с трудом дается. Но она очень любит играть. Любит, когда с ней играют. Но она периодически говорит, так, а если я так пойду, ты меня съешь? А если я так пойду, ты меня съешь? Это тоже на сказку похоже. Это каждый ход. Я говорю, Аня, ну какой смысл играть, если ты каждый раз спрашиваешь меня, не съем я, не съем. Я в прошлом году только начала осваивать шахматы. И я до сих пор точно так же играю с другим. А вот сейчас вы меня съедите или нет? Вот, да. Так, ну у тебя дети, они, конечно, занимаются творчеством, как и ты. В какой момент ты понял, что в отношении Никиты и в отношении Ани, что это абсолютно творческие дети? И что, кажется, химиков и инженеров у вас в семье не получится? Ну, еще не факт. Есть надежда. Есть надежда. Ну, мне кажется, просто они творческие. Ну, Аня точно творческий ребенок. Она вообще очень сама такая в себе. Не сама в себе, нет. Неправильный слой. Сама по себе. Она сама себе на уме. Вот, правильно выговорил. Она сама себе на уме. Ей с собой не скучно. Она всегда найдет сама собой чем заняться. И мы над ней иногда даже шутим. Потому что Аню можно спокойно где-то одну оставить. Она себя сама развлекает. Вот Никита нет. Никите не нужна компания вечно, чтобы кто-то рядом был, что-то говорил. Там, хвалил обязательно. Но они занимаются танцами, один и второе. Вот. И не знаю, они в Тодес ходят, танцуют для развития. Я не думаю, что они свяжутся с этим в своей жизни. Пока это просто для общего развития. Это детские танцы. Но, тем не менее, на отчетных концертах они выступают. Никита говорит, я солист. Я говорю, хорошо, ты солист. Без проблем, солист. У меня сольная партия. Я говорю, хорошо. Ну, пусть. Потому что это зона ответственности. Он уже понимает, что такое какой-то там концерт. Что это публика. Что это сможет. Что нужно костюм там приготовить. И все такое. Это важно. Вот. Я просто понимаю, что там математика. Никита ходил на ментальную арифметику. Хорошо он, в принципе, считает. Но мне почему-то кажется, что он гуманитарий. Я не знаю. Мне так кажется. Как-то ему вот он любит рисовать, лепить, что-то руками делать. То есть ему очень нравится. Вот мы говорили про IT. А IT ему нужны какие-то курсы. Да. Он этим занимается сейчас. На английский учит. А скажи, пожалуйста, вот лет через 30, давай представим. Если тебя будут все представлять, как папа Никиты Лазарева. Ну, я буду счастлив. Да? Да, я буду счастлив, если дети станут, их имена станут ярче, чем мои. Я как раз этого очень хотел бы. Я не хотел бы, чтобы они в тени мои были. Мне достаточно, вот мне, мое имя достаточно подсвечено. Вот иногда оно как-то вот закрывает другие имена. Мне как-то некомфортно. Я хотел бы, чтобы вот мои дети стали ярче, чем я, и светили ярче, чем я. Мне бы это хотелось. Сегодня в «Пришли, разбудили!» шоу однозначно самый милый отец. Это Сергей Лазарев. Спасибо. Пришли, разбудили! В студии радиорусский хит певец, который за полторы минуты может превратиться из папы римского в нео из матрицы, это Сергей Лазарев. Еще раз доброе утро тебе. Доброе утро. Так, раскрой, пожалуйста, секрет для зрителя обычного. Как это происходит, когда ты за такое маленькое количество времени просто полностью меняешь свой образ? Сколько там человек тебе помогает за кулисами? Ну, действительно, у меня все мои концертные программы — это костюмированные программы. Вот новое шоу, которое мы возим, называется «Я не боюсь». И это музыкальный спектакль, я это так называю, и я об этом говорю зрителю, что это не просто концерты. Они в процессе уже понимают, куда они попали, что это не просто набор песен и какие-то танцульки. Это театральное действие с интро, с началом, с развитием, с кульминацией. Это действие с определенным смыслом. Песни подобраны определенным образом, по определенному смыслу. Есть в моем шоу, я не боюсь, шесть тематических блоков в каждом блоке, в основном там по пять, по шесть песен. И есть определенная ключевая, там, смысловая нить у этого шоу. Вот. И переодевание происходит действительно где-то у меня полторы минуты на каждое переодевание. Переодевает меня костюмер и в основном там помогает звукорежиссер, который мой, скажем так, сценический. Потому что у меня два звукорежиссера, один в зале, а другой за кулисами, который помогает команде музыкантов. Потому что у меня музыкант весь концерт живьем идет и играется живьем, поэтому звукорежиссер на сцене тоже нужен. И он просто мне помогает, там, микрофон, наушники. Но в основном переодевает меня один человек. Просто все это так отрепетировано, что у меня даже есть время для того, чтобы глотнуть чая или там, передохнуть, вытереть пот. Помыться, там, не в банку сходить, вернуться. Смотрите, не помыться, не сходить в туалет во время концерта у меня такой возможности нет. У меня был недавно случай, когда я подумал, что что-то я пью мало воды. Говорят, надо два литра воды пить. Думаю, буду пить два литра воды. И я вот почему-то начал пить это на гастролях. И я понял, что у меня начинается концерт, я первую песню пою, и меня приспичило, как говорится. Думаю, хочется мне, извините, меня в туалет. А это только начало шоу? И я подумал, ну, через два часа сходишь, как говорится. А прервать не получится, да? Невозможно. Это как, ну как, это как спектакль. Подождите, артист Лазарев хочет в уборную, подождите, пожалуйста. Невозможно прервать, потому что это концерт нон-стоп, это все автоматизировано, и все, грубо говоря, есть действие некое театральное. Мы же в театре, когда приходим, человек... Никуда не уходит. Да, во время спектакля, извините, паузу сейчас, подождем, пока выйдет актер. Такого же не бывает, вот у меня так же не бывает. Так вот, я подумал, надо поактивнее поддеть, чтобы водичка вышла через поры. Отжиматься начал, да? А скажи, пожалуйста, в таком состоянии проще брать высокую ноту? Мне, в принципе, высокую ноту просто брать. В любом состоянии. В любом состоянии. Ну, надо отметить, правда, ты один из немногих, да. Прошу прощения, вот чего я не люблю по-настоящему, вот мне все время кажется, вот почему я два часа терплю, а некоторые зрители не могут. Выходят, да. Но вот бывает такой момент, и меня действительно это очень удивляет, я назову это слово, потому что иногда бывает такое, что вот люди берут и посередине песни могут встать, выйти в уборную. И они всегда еще громко так это делают. Они выходят через все ряды, вот. А если у меня еще достаточно много душесчипательных песен, таких прям вот на разрыв, и ноты высокие, я что-то стою, и вдруг какая-то фигура обязательно, значит, в этот момент нужно в середине песни выйти, а потом же так же вернуться через какое-то время, там, пять минут, тоже в середине песни. Вот это мне все время так думаешь, ну почему, ну вот, есть же, мы же специально еще там минут на десять каждый концерт задерживаем, для того, чтобы все расселись, чтобы все сходили куда нужно. Вот, и все понимают, что в ближайшие два часа, вот, ну, посмотрите на сцену и радуйтесь. Нет, это всегда такое. А ты не комментируешь это как-то? Ну, отшучиваешься, может быть? Опять же, я в образах там, я не могу себе позволить этого. Ну, ты не стендап-комик. Да, я не стендап-комик, и у меня есть действия, я вообще за время концерта, вот, говорю со зрителем так вот, чтобы прям остановился концерт всего один раз. Ну, я там здороваюсь во время песен что-то еще, да, какие-то, как-то со зрителем общаюсь, но, в принципе, разговорная какая-то моя остановка всего лишь один раз в концерте, через час-двадцать после начала. Вот, ну и комментировать, куда вы пошли, ну, это... Уважаемые зрители, пожалуйста, перед шоу Сергея Лазарева не пейте много водички, вам же будет хуже, потому что вы пропустите то, что творится на сцене. И надо сказать, Сергей, правда, что ты тот артист, который не позволяет себе просто выйти и петь свободно все свои хиты ровненько, да, ты же мог, и так бы тоже люди приходили. Но ты делаешь шоу, шоу мирового уровня, за что тебе большое спасибо, потому что, мне кажется, такие артисты, как ты, они в целом поднимают индустрию. Стараюсь, стараюсь. У меня, знаете, у меня... Я также вот сократил... Опять же, это лично мое мнение, никого не призываю, у каждого артиста по-разному. Но мне кажется, что вот когда шоу идет, у меня перед началом шоу есть объявление о том, что все цветы, все люди с цветами, пожалуйста, на поклонах цветы. То есть есть объявление, которое во время посадки зала, мы об этом говорим, просим, потому что, опять же, когда идет театральное действие, а мои концерты музыкальные, это театральные действия, подходы зрителя с цветами, они как бы разрушают эту четвертую стену, как вот, например, в спектакле. Да, мы же не подходим, мы смотрим спектакль, есть герои, которые действуют. Вы понимаете, если вот во время спектакля кто-то начнет цветы дарить? У меня то же самое в моих концертах, поэтому я прошу дарить цветы мне на финальных поклонах, я ко всем подхожу, все там забираю, благодарю и все. Но это происходит всегда в конце концерта. Я вот теперь думаю, может, мне еще объявление по туалету делать? А было бы неплохо, мне кажется. Да, сходите, успейте, потом не надо. Сергей, давай напомним, в Москве когда еще ждать сольного концерта? Ой, у нас были замечательные премьеры вот в октябре прошлого года, и мы решили ровно через год повторить, и так что 1 октября в Москве в Крокус-Этихоле будет повтор нашего замечательного шоу «Я не боюсь». Также в Питере мы будем накануне. В общем, гастрольный тур продолжается, если видите афишу Сергея Лазарева в своем городе, то знайте, что мы обязательно приедем и привезем яркое красочное шоу. В общем, отпуск вы знаете, как провести и когда его брать осенью. Вот, пожалуйста, сходите на концерт Сергея Лазарева, но помните, да, пустой желудок и прочее должно быть. Пустой не надо, а то будет урчать, я буду это слышать. Сергей, большое тебе спасибо за это утро. Еще раз тебя поздравляем и с классной премьерой трека, и с прошедшим днем рождения. И вообще спасибо, что ты такой крутой, по-другому не скажешь, артист. Спасибо, спасибо, очень приятно. Спасибо Радио Русский Хит за то, что поддерживаете песни, крутите, это очень приятно. Спасибо. Пришли и разбудили шоу.